Я сейчас нахожусь на одной из центральных, как я понимаю, улиц Лисичанская. Когда-то она называлась Комсомольская. Ну что бросается в глаза, людей практически нет. Вот за моей спиной двое мужчин на крыльце здания администрации Лисичанская. Ну и пожалуй, больше здесь никого. Вот это вот субботнее утро. Вот такие вот дома здесь. Вот видно, что на улице ни души. Это единственная возможность пройти специалистов, которые имеют какую-то квалификацию и могут диагноз правильный поставить. А так, к сожалению, повыезжало много врачей. В основном, в принципе, с моей стороны дети более-менее здоровые. Но есть патологии, которые запущены уже. А здоровые связаны тем, что климатические условия здесь в любом случае получше, чем у нас, допустим, в Татарстане. И сопливых, больных с ушами детей поменьше. Здесь мы сталкиваемся с обычными детьми, обычные жизненные процессы. Ну, есть своя особенность, потому что дети очень много испытывают каких-то тревожных расстройств. Есть последствия, которые они испытывают после всяких звуковых и так далее, процессов, которые здесь есть в соответствии с регионом. Да, но психика, она у нас такая, она заботится о нас и она защищает. Да, то есть все адаптируются, адаптируются к ситуациям. Когда спрашиваешь их, они говорят, что все у нас хорошо, все у нас прекрасно. И когда есть прилеты, есть какие-то такие ситуации, они просто, да, не сюда и дальше спать продолжают. Ну, в основном, конечно, группа пациентов у нас, это люди, страдающие заболеваниями сосудов, чаще всего нижних конечностей. Тем более, учитывая сейчас нынешнюю ситуацию, где холодно, где все это сыро, вот эти все обострения, они имеют место в огромном количестве. Сахарный диабет, помогают нам и военные доктора, вот, доктора из Татарстана, я уже говорил, да, вот, и диспансеризация детского, взрослого населения. Большую помощь, конечно, оказывают, потому что специалистов у нас реально не хватает, катастрофически. Вот, ну, как-то выживаем, пытаемся делать хорошее, доброе, светлое. Вот мы часто снимаем на фото и видео, как отправляют грузы из Татарстана, как выходят фуры огромные. А вот сейчас мы снимаем тот самый груз, который уже здесь, в Месичанске, и вот он здесь, на пункте раздачи, вот здесь все, их очень много, этих коробок, вот, практически под самый потолок все лежит. Мне очень приятно, потому что я сама уроженка Татарстана, поэтому мне очень приятно, что именно мои земляки, вот, оказывают такую помощь, что именно они протянули кругу помощи и подставили плечо, которое так необходимо для жителей Донбасса. Поэтому я очень горжусь этим. Спасибо большое, что передают. Цены выросли в военное время, и пенсии той, которую платят, не хватает. Поэтому приходится в конец месяца как-то доживать. У вас кто сейчас в Казани живет? Сын, учитель. На сегодня день рождения, 37 лет. Ничего, все нормально. Стоим за гуманитаркой. С папой. Что у вас там сегодня на обед? Гречевая каша у нас сегодня. Вчера была перловочка из речки. Тушенка. Люди очень благодарны за кашу. Ни одного нарекания на кашу. Даю и ею. Да, будет. Свершенькая, горячая. Вкусная? Очень вкусная. Благодарю. Всем привет. Мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо.